Наурэс широко отмечается не только в Казахстане, но и в соседней Российской Федерации. Только соседи празднуют его с небольшой задержкой, потому что ждут своих дорогих друзей в гости. На протяжении многих лет представители нашего региона выезжают в приграничные районы, чтобы отметить Наурэс вместе. Это и возможность показать культуру и традиции казахского народа, и укрепление добрососедских связей, и оказание методической помощи для изучения родного языка казахами, проживающими на территории Российской Федерации. В Саратовской области действует 9 казахских национально-культурных организаций, которые находятся в разных районах региона. В день, когда приезжают гости из западно-казахстанской, от Ираусской областей, все стараются собраться вместе. В Наурэс так происходило и в древние времена. Родственники или знакомые собирались в одном месте, чтобы увидеться и поприветствовать друг друга после долгой зимы. Приграничные районы Саратовской области всегда ждут этой встречи и готовятся к ней по-особенному. Мы сегодня еще раз убеждаемся, что дружба между Казахстаном и Россией, она каждым годом крепчает. Поэтому вот эти все мероприятия, они нам помогают еще раз углублять наши взаимоотношения двух стран. Культура, традиция, когда взаимообмен идет, обе стороны обогащаются. 12 лет назад начала работу района национально-культурная автономия Елем-Ай. На протяжении этого времени была выстроена работа по созданию условий для изучения родного языка, проведения национальных, культурных и спортивных мероприятий. К сожалению, на родном языке не разговаривают даже дома, между собой. Но сегодня этот пробел стараются устранить. Очень помогает методическая литература, учебники, которые привозят из Казахстана. В нашем советском муниципальном районе более трех тысяч казахов, а население более 30 тысяч. А вторые по населению, казахи мы. Занимаемся обрядами, традициями, возрождаем, поддерживаем. Может быть, когда-то и казахский язык мы отучимся. Это благодаря нашим родителям мы стали говорить, чисто, как говорится, по-русски. Не говорили в семье. Вот сейчас мы возрождаем. В 2015 году начал работу и фонд ДОСТАР. Благодаря этому появились специальные центры по изучению казахского языка, а также музыкальные занятия по игре на думбре. С помощью специальной литературы подробно узнается об исконных казахских традициях. Теперь здесь даже сами готовят на Роскожи. Официально мы работаем с 2015 года. Проводим достаточно много мероприятий, касающиеся спортивной, национально-культурного развития. Это Саратовская область национальная. На данный момент оказывали содействие в проведении данного мероприятия. Смотрите, сколько народу пришло, как это все красиво. Приехало много делегаций с Казахстаном. Очень мы рады. Умиткан Джунильбаева возглавляет Дом культуры в Саратове. Она проводила самые первые праздники на Урыс вместе с соседями из Казахстана. В этом году она специально приехала из Саратова, чтобы побывать на нем еще раз. Для многих же это уже традиционное событие. Весну без этого торжества здесь больше не представляют. Я очень даже благодарна, благодарна приграничным территориям, Тоскалинскому району, так как он всегда уже седьмой год подряд, даже больше, приезжает в Маркс, в Азинки, в Ершов. Я им очень благодарна. А Косталовка приезжает в Алгай, в Александровгайский район. Женебек вот сегодня приехал в наш район. Так что приграничные территории очень поддерживают. Празднование Нурыза проходило не только на Центральной площади, где в первую очередь очень ждали выступления наших коллективов. Концертную программу подготовили артисты Тоскалинского и Батирекского районов. Очень интересная выставка ждала всех и в районном Краевическом музее. Точнее, две выставки – потомки хана Букея и макет юрты, которые гости могли попытаться собрать. Конечно, в фондах нашего музея не совсем много экспонатов. Поэтому, безусловно, мы обратились за помощью к нашим казахам, которые с огромным удовольствием откликнулись и помогли, предоставили предметы, оказывали нам помощь методическую, нам давали консультации, как правильно сделать. Теперь мы о казахах, о бытии казахов знаем все. Праздник стал очень ярким и запоминающимся событием для всех жителей Ровенского района Саратовской области. Главная площадь райцентра превратилась в большой казахский аул, где рады каждому гостю, где для всех готовы вкусные угощения. Женебекский район, кстати, поставил свою юрту, в которой всем предлагали традиционные праздничные блюда. А приехали на этот праздник из всех сел, входящих в этот район. Но Рыз здесь стал популярным. Очень много сегодня здесь приехало гостей из соседних районов. По сути дела, все 38 районов представляют делегации на этом празднике. Мы надеемся, что подобные мероприятия служат только одному – консолидации общества, стиранию всех граней, которые есть между национальными конфессиями, и то, что сегодня подтвердила делегация Республики Казахстан. Такие же торжества прошли и в других приграничных районах нашей области и Российской Федерации. Екатерина Шмидт, Тарас Кожимов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.